Мурманск Мурманск Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомного подводного ракетного крейсера «Курск», состоялись в Мурманске. Прошло ровно 20 лет с того времени, когда экипаж подводки «Курск» совершил свой последний поход. Время не может стереть из памяти сверян одной из самых трагических событий в истории современного российского флота. Летом 2000 года ракетный крейсер затонул во время учений в Баренцево море. За судьбой подводников тогда с надеждой следила вся страна. Эта трагедия прошла через душу, через сердце каждого жителя нашего польского края. Я хорошо помню тот год, я помню свои личные эмоции. Вот ту едва теплящуюся надежду, которая была потеряна, это действительно была трагедия. Мурманск – северный морской город, и мы знаем, насколько беспощадным может быть Северное море. И поэтому эту трагедию переживаем, и мы переживали как свою личную. Спасательная операция длилась больше недели. Люк на глубине водолазы смогли открыть только 21 августа. Спасти экипаж не удалось. Рубка атомной подводной лодки «Курск» впоследствии стала частью мемориального комплекса. Недавно здесь установили иконы с портретами моряков. Подводники разных национальностей и конфессий, тем не менее, были единым экипажем. Их имена у нас перед глазами, и их память запечатлена даже на иконах, чего никогда не было в истории мухты православной церкви. Это первый опыт. И он оказался очень востребован и лег на сердце. Трагическое событие в начале 2000-х стало переломным моментом для страны, нулевым меридианом, который определил дальнейший путь России и армии, считают эксперты. Память погибших подводников почтили возложением венков и поминальным молебном. Мурманск за эти годы изменился без привлечения очень сильно. Меняется его облик и сейчас. В Мурманске тем летом появится несколько благоустроенных зон отдыха. Например, на улице Копытово и рядом с Ледовым озером. Часть побережья которого сейчас спрятана от любопытных глаз за высоким строительным забором. За ближайшие четыре рабочих дня они должны закончить прокладку кабеля, закончить заливку фундаментов под опоры освещения и закончить опорную стену. Представители подрядной организации обязали ежедневно отчитываться о ходе строительства, ведь рабочие пока что отстают от графика. Не исключено, что за такой недобросовестный подход к строительству администрации придется применять в отношении компании санкции в виде штрафов. Подрядчики очень хорошо знают, они читали контракт, когда подписывали. Чем это может закончиться? А самое строгое наказание это когда подрядчик заносится в реестр, в федеральную антимонопольную службу, в реестр недобросовестных поставщиков. А вот в районе улицы Капитана Копытова уже заметно очертание будущего сквера. На пяти тысячах квадратных метров должны появиться не только пешеходные, но и велодорожки. Очень довольны мы и качеством работы, но я по качеству не могу сказать, я врач, а вот потому что здесь сейчас все предусмотрено для всех групп населения, и для родителей с детьми, и для инвалидов, и для людей пожилого возраста. Ну и реализуется то, что жители хотели. Жители ближайших домов знают, что впечатление от прогулок в этом зеленом уголке города портил неприятный запах от ручья. По заверению специалистов, скоро такой проблемы не будет. Один из вопросов, который в принципе задают жители данного района, вопрос зеленых насаждений, деревьев, кустарников, и будет ли очистка ручья. В принципе, сегодня убедил руководитель о том, что поскольку это в рамках проекта прописано, соответственно, уборка, обрезка зеленых насаждений будет, и очистка самого ручья. Это очень важно. Продолжаются и обновления уличной дорожной сети Мурманска. Одним из объектов ремонта стал участок рядом с остановкой автопарк. Два года назад этот перекресток реконструировали. Здесь появился новый выезд, чтобы разгрузить разворотное кольцо в районе долины уюта. Однако за счет этого пешеходный переход сместился на 50 метров, стал хуже. На пути пешеходам мешала опора контактной сети троллейбусов. Жители города обратились к специалистам с просьбой расширить тротуар. И вот работы начались. Завершить начатое строители должны в течение 10 дней. Сейчас идет выемка грунта, подготовка под установку бортового камня. Дальше нам придется перенести маленький участок ливневой канализации, потому что она попадает под этот тротуар. Соответственно, завершение устройства нового асфальта. Откроют зоны отдыха, о которых мы говорили выше осенью, в то время, когда школьники уже сядут за партой. Сейчас как раз идет приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Осмотр учреждений начинается с порога. Проверяется все – учебные кабинеты, пищеблоки, спортивные и технические помещения. Оснащение необходимым оборудованием в соответствии с кабинетами требованиями безопасности. Это очень серьезная процедура. Процедура, в которой принимают участие специалисты разного уровня. А цель этой процедуры одна – удостовериться, что образовательные учреждения готовы к началу учебного года, что в них созданы безопасные, комфортные условия для наших юных мурманчан. В период пандемии коронавируса усилились требования к санитарной безопасности. Во второй мурманской гимназии уже все подготовлено к встрече учеников. Хочу отметить, что в связи с тем, что здесь проходили экзамены еды, здесь в каждой аудитории есть рециркуляторы воздуха. То есть все уже готово. Фактически у них есть и санитайзеры в санузлах. То есть завтра, по большому счету, вот в эту школу, в эту гимназию можно запускать детей даже в условиях ковида. В этом году в гимназии номер два проводился только косметический ремонт, причем своими силами. А в следующем, в 2021 учреждении планируется провести реконструкцию фасада здания с заменой оконных блоков. Приемка образовательных учреждений в Мурманске продлится до 20 августа. С будущими выпускниками и главами города секретом успешной сдачи ЕГЭ поделился 100-бальник Сергей Савин. Он сдал на 100 баллов два предмета. Мэр Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации Евгений Никора пообщались с одаренным выпускником. Они поговорили о планах Сергея на жизнь и о том, как он смог добиться таких результатов. Конечно, для того, чтобы набрать 100 баллов, нужно уделять много времени учебе, но и без грамотно организованной образовательной системы, особенно в период пандемии, без профессионального преподавательского состава, таких успехов достичь сложно. Очень было насторожное настроение. Во-первых, дети последние месяцы доучивались дистанционно. Во-вторых, как правильно организовать экзамены, как обеспечить безопасность детей. И все эти вопросы мурманское образование решило. И оказалось, что мы действительно готовы к такой работе. Сказать, что все просто, конечно, нет. Очень многое зависело от федералов, потому что все платформы, они, понятно, федеральные. Кому-то это помогло, кому-то это помешало, надо проанализировать. Ну и, конечно, не могу сказать о дефиците педагогических кадров на территории города Мурманска. Мы работаем над тем, чтобы учителя шли, молодые учителя шли, выпускники. Но все равно больше ста человек у нас дефицит, достаточно серьезный. Зрители Артик ТВ знают Сергея Савина в качестве ведущего. С раннего детства он регулярно вел ряд детских передач на нашем телеканале. Наша съемочная группа побывала в гостях у теперь уже бывшего коллеги. Проекты с его участием не раз удостаивались наград на престижных всероссийских конкурсах. Еще пару лет назад Пенсионный фонд Российской Федерации абсолютно официально и серьезно. При сходе Деду Морозу почетное звание ветерана сказочного труда. А это вам не хухры-мухры, а настоящая государственная награда. Сергей признается, что ему всегда легко давались точные науки, поэтому сдать на 100 баллов ИГ сразу по двум предметам математики и информатики ему было несложно. Теперь выпускника Мурманского академического лицея ждут в СПБГУ. Молодой человек поступил на факультет математики и компьютерных наук без вступительных экзаменов. Я скорее сам себе цель поставил туда поступить. И я посмотрел, какие олимпиады нужны, чтобы туда получить возможность поступить без вступительных испытаний. То есть только по результатам ИГ по информатике нужно было набрать 75 баллов. И написал одну из олимпиад, которые там были на призера. И, соответственно, получил право туда поступить. Саша Савина, племянница Сергея, гордится успехами дяди. Девочка рассказывает, что для того, чтобы достичь такого выдающегося результата, парню приходилось много трудиться. И такое упорство не может не вдохновлять. Она и сама много времени отдает любимому занятию – рисованию. Рисование мне просто нравится на самом деле. То есть рисование и, допустим, даже рисование одежды мне очень нравится. Либо человека. То есть я портреты рисую. И в художественной школе я рисую полноценный экрантик по композиции натюрморта. Можно сказать, что сейчас Сергей буквально сидит на чемоданах. Через полумесяца его местом жительства станет студенческое общежитие в культурной столице. Там он планирует посвятить все свое время изучению искусственного интеллекта. По правде говоря, я не прямо уверен, что я буду заниматься именно этим направлением. Оно мне пока что интересно. И оно перспективно, потому что оно сейчас используется практически везде. Самое банальное – это, допустим, в поисковиках. Любой поиск картинок или текста. В будущем написание текста сейчас. Они даже могут уже рисовать место людей и очень много интересных вещей для них делать. Будущим выпускникам стопальник советует не откладывать подготовку на последние месяцы, а начинать работу с 1 сентября. Сергей уверен, что успешность данной игры – это действительно хороший шанс на поступление и выбор о профессии своей мечты. Малыши, которые ходят в детские сады, еще вряд ли задумываются о будущей профессии, тем более экзаменах. Им гораздо важнее играть и развиваться в комфортных, теплых и ярких помещениях. Один из детских садов, который отремонтируют этим летом, находится на улице Невского. В предыдущие годы здесь заменили оконные блоки, отремонтировали полы в галереях и установили видеонаблюдение. Сейчас обновляют пищеблок. Детям нужно не только комфортное содержание, но они еще должны быть накормлены у нас. Они еще должны отдохнуть. Поэтому, конечно, тот ремонт в пищеблоке, который мы сегодня посмотрели, все правильно. По сути, снесено все до нуля. Меняется кафельная плитка, меняются радиаторы системы отопления. Кроме того, в учреждении ремонтируют кровлю над пристройкой. Еще на прогулочных площадках появились новые яркие теневые навесы, которые защитят малышей от капризов северной погоды. Сейчас мы этот вопрос закрыли полностью. На каждой прогулочной площадке установлены теневые навесы. Поэтому мы сможем гулять в любую погоду, не исключая дождливые дни, ветреные, снежные. Всего этот детский сад посещает 500 воспитанников, есть группы для детей с нарушениями речи, задержкой психического развития и консультационный центр для родителей, чьи малыши не могут ходить в детский сад.